Установившаяся теплая погода наконец-то осушила огромные лужи на территории Наринмара. Однако в отдельных микрорайонах города дорожная ситуация остается непростой. С начала весны в редакцию нашего телеканала поступило большое количество обращений от жителей окружной столицы. Непроходимые дороги, подтопление жилых домов, некачественная уборка дворовых территорий. В чем причина? Чтобы ответить на этот вопрос, наша съемочная группа отправилась в один из микрорайонов города. Все подробности в следующем сюжете. Жители микрорайона Кармановка с наступлением весны о своих проблемах заявляли часто. Так по улице Песчаной и Красной перед ними долгое время вставали непроходимые барьеры из луж и горст снега. Сергей Овчинников не раз с соседями обращался в МБУ «Чистый город». Просил вывести снег до наступления распутицы. Но ответ слышал лишь обещание. Начали чистить буквально. Сейчас как распута началась, так и начали. А до этого вообще не чистили практически. Придут, нож опустят, прогладят водную лопату и все. Больше не сдирают, не снимают, не расширяют дорогу. Так. Лишь бы как бы для отметки. Мы чистим сами. Эти межутки мы сами лопатами расчищали. Чтобы проехать туда. Пройти, проехать. Мы сами лопатами чистили. В такой же ситуации находились и жители Малого Качгарта. Надежда Бестужева обращалась в нашу редакцию не раз. С просьбой помочь восстановить справедливость. В феврале месяце стали очищать дорогу федеральные наши службы. И ничего лучшего не придумали, как сгружать этот снег, свозить этот снег вот сюда. С дороги они сгребли снег и все попало в низину. Все эти соли, реактивы, которыми были посыпаны дороги, все они сейчас вот здесь со всей грязью. Я обращалась в феврале месяце в муниципальный контроль, для того, чтобы начали вывозку снега отсюда. Они сказали, что это временное хранение, дней через 10-15 мы вывезем этот снег. Шли месяцы, снежная куча крепла. Тогда Надежда Анатольевна обратилась еще раз в муниципальный контроль. На что получила ответ. Это федеральная дорога, мы этим не занимаемся. Но на этом попытки восстановить справедливость не закончились. Надежда написала заявление в прокуратуру, Рособорнадзор, а также мэру города Олегу Белаку. Среагировал только Рособорнадзор. Они послали мое обращение в ЖКХ НАО. Оказывается, тут какое-то учреждение при Камье должно следить за этой дорогой и за этим всем безобразием. Но мне ответа так, в общем-то… К слову, чуть позже Надежде Анатольевне пришел ответ от прокуратуры, в котором по результатам проверки виновным оказался ДСК «Карьер». Именно эта компания вовремя не вывезла снежную кучу, которая затем преобразовалась в огромную лужу. Чего так боялась Надежда Бестужева. Впрочем, это не единственная проблема. С началом половодья дома в Малом Качгарте страдают от подтопления. Большое обращение к городским властям. Не ждать, когда люди испытают это бедствие. Это действительно бедствие. А осуществить подсыпку заранее. То есть выделить возможность найти время, возможность для того, чтобы люди не очутились в том положении с большой водой, когда вода оказалась в коридоре дома, осуществить это заранее. Добавлю, в период с 22 мая по 5 июня в районе города Наринмара ожидается ледоход. Согласно прогнозу, уровень воды в окружной столице может достичь отметки 600 сантиметров. Что касается проблем весеннего Наринмара с его распутицей на дорогах города и в микрорайонах, то городское руководство, надеемся, проведет соответствующие разборы полетов и примет необходимые меры для того, чтобы в следующем году Наринмар не поплыл вновь. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Антон Водоряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова